hi guys я добрался до непала буду снимать теперь каждый день свое непальское рандеву это как манду туристический район тамель то есть правильно произношу тамель вот такие заведения а сколько там цены не посмотришь на ци такие цены на мастер а цены май май в очередь так я не знаю видно тут или нет короче это все в непальских группе американо 150 латтея 180 капучино 190 в общем это такая вот кофейня чтобы приблизительно представляли что сколько стоит milkshake карамель 190 вот такие вот такой вот сервис это же такое покруче заведение не будем забегать ну вот в честь этого района тамель названа тамель тхава вот так что у нас тут нон-вэдж снэкс чикин лолипоп 350 это местный кандуре это нам ну манс от 70 до 120 жареный рис 200 200 до 400 ну это такое заведение получше скажем так вот обменники значит курс 1 и 5 а значит на тысячу индийских группе дают 1500 местных официальный курс 1600 так что с обменников полно выше 1 5 никто не даст пробовал американский доллар сто тридцать один двадцать два за за доллар сто тридцать один двадцать два да то есть я думаю это курс без комиссии скорее всего вот так вот вот такое заведение здесь подают крафтовое пиво шарпа постоянно здесь вижу американцев так еще раз глянем это тоже не дешевое заведение так мы будем ориентироваться по-моему мама steam то есть мама на пару 275 я не знаю правда где это заведение его не видно а вот она ну я бы не сказал что супер но такое не до класса 200 275 жареная курица 525 chicken sizzler 590 это все в местных местных группе ну я примерно курс сказал не пальские в районе 130 за доллар так что пересчитывайте на свою валюту если интересно именно по цену но вот здесь такие вот карга сервисы кругом здесь очень много сувенирной продукции и соответственно карга отправляет куда хочешь ну и вот здесь такие вот трекинг крафтинг сайт экспедишинг лимбинг короче говоря все виды все виды трекинга то есть путешествие в горы ну я пока еще не готов говорить о горах я пока только о пыльном катманду вам порассказываю на такие шапочки очень много вот такого типа магазина прям тьма ну напоминает район тамель это чисто туристический район ну вот здесь вот в основном очень много очень много символики санапурной даже больше чем с эверестом это прям таки культовая гора какая то я должен ее обязательно хотя бы увидеть вот видите девушки отличаются улыбками здесь такие вот термосы всех видов ну вообще как бы соответственно гималая это самые высокие горы соответственно это крыша мира поэтому это вообще каждый десятый человек идущий на эверест погибает а на анапурну говорят даже больше ну вот кругом снаряжение ну я вряд ли полезу на эверест на анапурну очень много сувениров ну здесь такое тибетское искусство иногда прям вот прям очень-очень вот эти чаши звучащие ну вот эти штаны и майки я прям совсем не люблю очень редко бывает какой-то оригинальный дизайн приличный в основном это какие-то клоунские вещи я не знаю почему рашинг и пол это любит но это просто нереальное барахло вот это я понимаю на машина машина и фильме потрогай меня кашмир вот это я понимаю айм як ну вот эти шарфы из яка как выяснилось все не очень дешево здесь царит нордфейс кругом нордфейс такие вот заведения ну поскольку стоит такого небольшого пироженка стоит и двести один слайс стоит двести и башки хруппиев ну вот ну вот что-что 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 что-то мне предлагает я не понимаю ну что-то короче незаконное как говорил Дени Девитто в фильме чужие деньги все что тебе нравится либо ведет к ожирению либо незаконно ну вот здесь баланс вот слепнот слепнот намастэ слепнот я очень большой фанат слепнот да? да вот видите фанаты непали фанаты слепнота есть круто да там какое-то тоже было заведение там маски видимо не проданные ну вот это вот барахло я не понимаю кто это покупает я вот не видел чтобы западные люди вот это покупали а русские покупают мне это непонятно иногда бывает некоторые более-менее такие модели удачные но в основном это просто барахло ну вот шарфы конечно это это очень благородные колоритные краски такие очень высокое качество но они не дешево то есть от трех от трех тысяч непальских пашмина кашми ну вот такое все здесь смотрите вот эти вот ножи продаются не знаю как их можно вывести как сувенир продают как сувенир давайте жираюсь к паре сразу видно они такие энергичные с короткими стрижками как правило ну вот золото бриллианты на точке здесь очень много сувенирных магазинов не знаю впечатление что все сюда приезжают именно за этим но сегодня это первое видео из Непала ну так вот тоже заведенница для западных людей норфайл кафе не видно такое место еще один обменник ну вот видите кругом она пурно она пурно вот на этом прилавке она пурно представлена дважды эрест один раз и так в целом да то есть видимо я что-то не знаю но про она пурно теперь хочу все узнать вот он як шарф из яка 450 вот кашмировая ну кашмировая явно дороже кашмира пашмина явно дороже ну як попроще ну вот тут тибетское искусство так в тибетском стиле в непальском стиле цветы в воде в каком-нибудь сосуде да очень много предметов интересных так нью нью орлеанс кафе так смотрим тофу розамарина 655 маму 510 так непальский сет 775 ну это типа как тали ну это хорошее заведение это очень приличное заведение как вы можете посмотреть там есть уличная а тут еще и лайв музык ну это понятно это во всем для западных людей так як 300 а если две штуки берете то 500 круг як шаль такая более толстая 501 штука 902 штуки так вот ну вот такая большая янтра на входе в это заведение ну классное заведение ну примерно такие цены как я озвучил такого типа заведения незапредельные цены на самом деле для приличных заведений ну вот меня тут спрашивают чем лучше где лучше какие плюсы минус в Индии в Непал так как я год пробыл в Индии то я сравниваю в основном с Индией здесь меньше запаха здесь много европейских людей много заведений под европейских людей нету попрошай в таком количестве за руку чай никто не хватает это большая редкость ну это вот первое что сразу бросается в глаза ну более разнообразная еда чем допустим я жил в Патапарте где просто невозможно поесть нормально ну пока мы просто так бродилка без это без всякого смысла а завтра мы сходим наверное на площадь дурбар вот якшаль 400 ну кашмир вот так вот ну про плюсы да то есть еда несомненный плюс нету запахов вот этих фантастических запахов в заведениях там на улице и так далее почти что я с этими не сталкиваюсь ходил в том числе в гетто уже успел сходить непальская ну есть свои минусы очень дорогие фрукты очень дорогое мороженое просто нереальные цены фрукты ну манго стоит вроде бы сейчас как бы даже и сезон да то есть около того 200 индийских купе стоит кило так себе манго ну более более разнообразные культурные слои чем в Индии да то есть в Индии это все как-то это хинду и все то здесь как-то в том числе индусы здесь есть масала здесь стоит 40 местных рупиев ну большая правда не не мензурка это индийская индийская еда тоже есть индийские люди я вижу здесь ходят да я здесь купил пуэр чего я не мог сделать в Индии вообще да то есть ну так очень много ювелирок для меня это большой секрет что вот какие-то ювелирные мастера какие-то и великие почему столько ювелирных магазинов это как-то дешево что ли надо как-то узнать будет с чем связано такое количество ювелирки ну еще такое заведение приличного уровня нашел вот одну китайскую улицу и сразу потерял а вот такой отель рот рот хаус о какой намасте намасте а ну дайте пройдем по что тут продают что тут продаются кашемир да ну кашемир дорогой как я уже сказал но як-то проще вот такие вот юбки понятнее мне сколько это все стоит ну в общем кашемир от 3000 шарфик стоит хороший местность соответственно непальских вот вот эти 300 стоят в среднем из яка эти шарфы 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 вот эти вот сумки тоже мне кажется барахло не знаю не знаю молодежь и смотрю покупает мне кажется барахло честно говоря какой-то одноразовая а вот заросли бус предлагает вот а вот еще один плюс по сравнению с индии ландри два часа то есть и в стиральной машинке не в реке попрошу заметить а в стиральной машинке так вот циниантра в совмасте вот это шапочки шапочки мне кажется что их даже шапенхенд возможно ну тут царствует норфейс тут кругом норфейс самая популярная фирма так это вот мое первое видео на самом деле я постараюсь выкладывать каждый каждый день но дело в том что очень хочется рассказать о Непале но есть технические трудности это уходит фактически целый день чтобы делать полчасовой или там 20-минутное видео даже дело не в монтаже а здесь не очень хороший интернет у меня постоянно не хватает места на жестком диске на компьютере в общем целая целая цепочка обстоятельств почему не получается делать каждый день давайте так глянем вкратчивая еще одно заведение какие девушки сидят да то есть да прекрасно прекрасно вот это отличается Непала от Индии во всяком случае от Мангута хорошая атмосфера такая такого хорошего аспен короче говоря азиатский аспен не знаю что там будет дальше я хочу я поехать по охру не знаю изменю ли я свое мнение ну вот такой contemporary art замечательная работа не знаю из меня make видео есть окей thank you посмотрите какая красота это фор рашин да 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 name ваш магазин как ваш магазин name магазин just i speak little bit right so i cannot speak very well russian language ерунда ерунда просто название name магазин как называется translated да как магазин называется вот его название магазин shop shop what's the name of this oh ok как называется name the craft name the craft i will provide you the visiting card ok ok yes 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 вот 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 ok да namaste вот видите такие торговцы чем больше профит маржин тем более листевые улыбки у торговцев вот посмотрите на то есть вот кругом здесь вот такое все готовятся поход кругом вот нордфейс ну коламбия вижу но очень редко в основном он нордфейс какие то еще местные бренды есть в том числе есть секонд вортфейс потому что люди один раз сходят куда нибудь в горы приедут откуда нибудь с европы и когда они еще поедут неизвестно соответственно они просто это здесь составляют ну либо в аренду берут либо просто прыгают как секонд вот видите магазин вот это местный бренд какой-то для туризма шерпа японского японская кухня есть вот то что я говорил очень много наслоение разных культур очень много китайского я здесь у китайской женщины попил очень шикарный пуэр да то есть даже на мне даже показала пример как правильно заваривать пуэр чтоб он был не скажем так не в очень грязном стиле чтобы не пачкать все вокруг ну то есть не через гайваньку ну вот тут пикассо непальский так вот вот люди укрываются от солнца хотя уж сильно большого солнца здесь нет вот фридоколо непальский вариант фридоколо вот кожаная одежда неплохо неплохо очень много чайных магазинов но они китайских я так и не нашел китайского чая чисто чтобы магазин был китайской части чай чтобы китайский улун попить там чисто китайский я не нашел вот такой вот он вдалеке виднеется китайского заведения кунфу нуду так вот дремлет белорикша не спи на работе чувак вот заведение китайское я нашел одну китайскую улицу и тут же ее потерял большую а здесь просто небольшой переулок есть с китайскими заведениями вот она вот такой среднем 350 лапша там разных видов в среднем 350 то есть непальских соответственно ну лапшу там приносит ведро конечно огромной порции вот тут что там здесь какие-то китайские пирожки с мясом по 200 без мяса пельмени пельмени почему так вот ну вот тоже вот китайское заведение в нем бушил а сегодня оно уже исчезло ну вот так вот сегодня тут какой-то ремонт уже да вот очень много вот такого таких вот фриков всех мастей ну в целом атмосфера очень расслабленная ничему не обязывающая девушки могут ходить на юбку никто ничего не скажет что они делают постоянно предлагают мне смок спа ну так доверительно так это осторожно все потом а вот еще одно заведение здесь тоже поел тоже огромную порцию лапши не притащили которую я не очень умею есть да и не очень люблю здесь я успел тоже поесть это здесь ну пиццу я не ел я здесь мамой ел мамой и фруктовый салат и все было очень хорошо ну вот сейчас мы еще куда-нибудь зайдем покушаем или попозже здороваются здесь намасте я после футапарти забываю иногда говорю сайрам надо как-то отучиться ну вот эти специздания большие большие шарфы по 800 ну вот здесь вот все объявления прямо в магазин и тут жила Андрей что такое что это получается что это вчера пришла информация что у нас человек которые которые узнали все пута партии гитарист дима сергеев но покойся с миром дима очень жаль очень же очень хороший человек был вот там корейское заведение но в этом корейском заведении я хотел там поесть там нет кимчи вот такой вот корейское заведение традиционные непальские шапочки всех мастил цветные темные надо будет увезти с собой одно но надо знать какие хорошие где просто барахло давайте посмотрим искусство даже боюсь спросить сколько бы стоит улучшить продажи более эмоционально это сделать он тут же выбивает и тут же они продают люди как бы чувствую что это ручная работа и какое количество можно моих видео видео можно да как они видео не разрешен ну ладно как хочет бесплатная реклама и как решается тут еще такое заведение а вот тибетский туры для для китайских я так понял я поеду похору через несколько дней так что ждите моих видео из похоры правда не знаю как я их буду загружать вот такое вот замечательное буддийское место это в центре как манду просто дворик с магазинчиками с кафешками посмотрите какая красота в последние и и и и и Продолжение следует... 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 чем я мог ехать не в непал а в таиланд я выбрал непал и в общем-то я не жалею в индии по моей визе могу находиться еще в этом году 60 дней так что я вряд ли отсюда буду куда торопиться постараюсь здесь пробыть еще месяца два а то и три место замечательно всем рекомендую полное успокоение никакого не криминала никакой грубости в этом месте нет не знаю что там в горах пока готовлю себя куда-нибудь хотя бы какой хайкинг я конечно должен завершить обязательно ну посмотрите какая красота так ну сегодня у меня наверно время уже больше нет снимать так что мы завтра продолжим с вами господа до новых встреч